Доброе утро. На последних курсах медицинского университета я проходила практику в больнице скорой медицинской помощи, в отделении токсикологии. В ту пору руководил этим отделением нынешний министр здравоохранения Бертанов Елжан Монтавич. В отделении токсикологии обычно поступают люди в состоянии острой алкогольной, наркотической интоксикации, в состоянии комы после передозировки, в состоянии обморожения и так далее. В основном поступают самые бедные, обездоленные слои населения. Мы им оказывали неотложную помощь, но дальше этого наша роль не распространялась. И было очень печально наблюдать, что люди поступают в одном и том же состоянии снова и снова. И это заставило меня думать о том, как можно оказывать медицинскую помощь более эффективно этим слоям населения, которые имеют целый ворох медицинских и социальных проблем. После окончания вуза я оказалась в магистратуре Колумбийского университета. И мне повезло оказаться в научном центре, который разрабатывает медико-социальные программы, испытывает их в исследованиях и распространяет опыт по всему миру. Я очень благодарна Колумбийскому университету за то, что они согласились открыть подобный центр в Казахстане и в Центральной Азии. И теперь уже здесь мы разрабатываем программы, мы собираем местную доказательную базу и внедряем этот передовой опыт Европы, США в местную практику и в местную систему. Посмотрите на эту картину. Это Тулус Латрек. Он изображает бордель и тех женщин, о которых я сегодня с вами буду говорить. Мы работаем по разным заболеваниям и разным направлениям с различными группами уязвимых лиц. Но одно из особых мест в нашей работе занимает тема ВИЧ-инфекции. И, наверное, это символично, что я сегодня, 2 декабря, говорю об этом, потому что вчера, 1 декабря, был Всемирный день борьбы со СПИД. Мы работаем с уязвимыми группами населения. И, как я уже сказала, одну из этих групп представляют женщины, которые оказывают услуги секса за деньги. И, скорее всего, у многих из вас, когда вы думаете об этой категории людей, возникают мысли, что это люди, что это женщины без стыда, без совести, без моральных принципов, которые занимаются этим, потому что им это нравится. Мы так тоже думали поначалу, до тех пор, пока они столкнулись тесно с этой группой лиц и не стали более глубже понимать их жизнь. Почему нам это важно? Потому что в мире глобальная статистика говорит о том, что уязвимость женщин, которые оказывают услуги секса, в 13,5 раз превышает уязвимость всех остальных женщин репродуктивного возраста к ВИЧ-инфекции. Если они при этом потребляют алкоголь или наркотические средства, то такая уязвимость возрастает еще выше. При этом они испытывают бедность, стигму и насилие. И один фактор насилия повышает уязвимость на 56%. Учитывая, что в Казахстане половина всех ВИЧ-инфицированных являются женщинами и половой путь передачи на сегодняшний день является доминирующим, он составляет 67% от всех остальных путей передачи, женщин, то вопрос, заниматься этими женщинами или нет, перед нами даже не стоит. Он очень важен с точки зрения сохранения здоровья общества, с точки зрения общественного здравоохранения. Я приведу социальный портрет женщин, которые приходили к нам в проект. Обычно это были женщины 34-35 лет, незамужние, но, как правило, имеющие детей, имеющие гражданского мужа или партнера, очень часто сообщающие о недостатке финансовых средств, недостатке денег на даже пропитание за последние 3 месяца. Ее средний ежемесячный доход не превышает 50 тысяч в месяц. При этом она испытывает, она имеет опыт насилия в детстве и тяжелую психологическую травму, которую никто не диагностировал и не лечил. И при этом она сталкивается со всеми видами насилия и сейчас, каждый день, начиная от вербального и заканчивая физическим и сексуальным. Она приходит на занятия к нам с синяками, часто в сопровождении своего партнера, который ожидает ее за дверью и отказывается принимать помощь по поводу побоев. Но со временем, если она соглашается, то она обращается в полицию, получает предписание на забред, предближение к себе, и тогда ее жизнь меняется. Оказалось, что эта группа женщин очень неоднородна. Да, среди них есть женщины более высокого социального класса, которые сознательно и добровольно выбрали такой образ жизни, потому что им это нравится, они хорошо зарабатывают, они независимы, и они не нуждаются в услугах такого проекта, как предлагали мы. Но было очень много и других, те, которые практикуют такой образ жизни нерегулярно в силу различных жизненных обстоятельств и очень многие ради выживания. Были среди наших участниц женщины с нарушениями умственного, физического, психоэмоционального развития. Были девушки, выходцы из детских домов, то есть сироты. Были женщины со скрытой депрессией, с недиагностированной шизофренией, с серьезными суицидальными намерениями. И всем им потребовалась серьезная, неотложная психиатрическая помощь, к которой мы обращались. Для многих из них прием наркотических веществ и алкоголя помогал психологически и морально справиться с образом жизни, который был опасен, физически травматичен и, конечно, неприемлем для общества. Поэтому мы разработали проект, который мы назвали «НОВА». Это исследовательский проект, в котором мы хотели бы опробовать помимо традиционных медицинских моделей и индивидуальной профилактической работы, мы хотели опробовать экономический компонент. Экономические программы во всем мире приобретают все больше и больше популярность именно для женщин, потому что они адресно решают вопросы бедности и гендерного неравенства для женщин. Мы хотели посмотреть и оценить, насколько такая комплексная программа, в которой есть экономический компонент, который поможет женщине стать более финансово независимой, даст альтернативные источники дохода, понизит риск для нее в плане здоровья. Мы руководствовались философией снижения вреда, как во всех наших проектах. То есть добиваясь снижения риска для благополучия и здоровья, давая женщине все инструменты и необходимые ресурсы, мы оставляли за женщиной право выбора, право распоряжаться своей судьбой, какой дальнейший путь ей выбирать. И в плане финансовой составляющей мы включили занятия, в которых мы говорили о том, как распоряжаться деньгами, как деньги копить, приумножать, как пользоваться банковским счетом, как гасить кредиты, как вести домашний бюджет. Все те темы, которые очень полезны и интересны любой женщине. Мы сами почерпнули в них много полезного для себя и для своей семьи. Мы дали возможность получить новую профессию для женщин. Мы отправляли их на курсы парикмахерского дела, швейного мастерства, маникюра, педикюра, массажа. Все те профессии, которые интересны для женщин, которые есть на рынке и которые востребованы. Мы также в качестве микрофинансирования обучали женщин навыкам сбережения и накопления денежных средств. В рамках проекта мы выдавали небольшое социальное пособие, которое, если женщина оставляла нетронутым на своем сберегательном счету к концу проекта, мы имели возможность удвоить. И эту сумму женщина могла истратить на продолжение своего профессионального развития. Либо вложить в дальнейшее обучение, либо в покупку какого-то нового профессионального оборудования, либо вложить в аренду для швейного цеха или парикмахерского салона. И проект шел в течение пяти лет. Сначала в Павлодаре, потом в Тимиртау, потом в Алматы. Мы набрали в проект 400 женщин. И через 12 месяцев после участия каждой из них в проекте мы оценили изменения, которые произошли в их жизни. Мы собирали данные. Как я уже говорила, это был исследовательский проект. И мы увидели, что мы добились качественных изменений. Один из важных моментов в нашей работе это было повышение обеспокоенности женщин своим здоровьем. Мы хотели, чтобы они задумались о своем здоровье. Мы хотели научить их защищать себя от заражения различными инфекциями, ставить свое здоровье в приоритет. И им удалось научиться договариваться с партнером, при этом не вызывая конфликтов и насилия, что для нас было очень важно. И как вы видите здесь на графике, нам удалось повысить процент использования презервативов с женщинами с коммерческими половыми партнерами с 20 до 60 процентов к концу проекта, к 12 месяцам. Один из результатов успешности в проекте это было повышение доходов за счет других видов деятельности и снижение доходов от секс-работы. И как вы видите, у женщин появились новые источники доходов. Об этом говорит то, что снизилось количество женщин, для которых секс-услуги были основными доходами. И среднее количество коммерческих партнеров за последние 90 дней тоже снизилось. Сберегательный компонент в проекте шел с трудом, но это естественно и понятно. Потому что на накопления, на сбережения на нас всех влияют макроэкономические факторы и экономическая обстановка в стране. Как, допустим, девальвация, которая случилась пару лет назад. А также многочисленные финансовые обязательства, которые в целом лежат на каждой женщине. Это регулярные расходы на проживание, коммунальные, питание, лечение, одежду не только для себя, но и для членов своей семьи. В первую очередь для детей и для своих родных. Но если женщинам удавалось накопить деньги к концу проекта, то это значительно меняло их жизнь. Вот как об этом говорят сами женщины. Занятия по финансовой грамотности помогли мне принять решение забрать свою дочь от бабушек, дедушек, бывшего мужа и взять ответственность за нее на себя. Я поняла, что я не должна волноваться о своих финансовых возможностях, поскольку я буду получать алименты. У меня стало больше уверенности, что я найду работу, и я ее нашла. То есть, став более финансово независимыми, женщины стали принимать очень важные решения для себя и для своей семьи. У них повысилась самооценка и раскрылся внутренний потенциал. Это тоже была одна из глобальных целей проекта. Со слов самих женщин, мое участие в проекте помогло мне поверить, что я способна жить лучше. Я чувствовала себя деловой женщиной с напряженным графиком. Работа, занятия, два банковских счета и карта. Моя самооценка выросла, и это ощущение меня не покидает до сих пор. Самое большое удовлетворение от проделанной работы мы чувствовали, когда получали вот такие вот отзывы. Навсегда изменилась я благодаря вашему проекту. Никогда больше я не стану прежней, не уверенной в себе, не любящей себя, не желающей жить. Хочу просто просыпаться, радоваться утру, солнышку, новому дню, новым возможностям. Правда приятно получать такие письма и видеть такие картины? Спасибо. Пожалуй, основной вывод, который мы сделали, реализовав этот проект, это что финансовые незащищенные женщины в основном носят социальный характер и может быть решена общество. В мире существуют различные подходы к снижению физической и экономической уязвимости женщин, оказывающих секса. Во многих странах Европы, в странах Юго-Восточной Азии, в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и даже на части территории США, как вы знаете, секс-работа легализована и докриминализована. Нужно сказать, что в Казахстане официальное законодательство тоже не запрещает оказание секс-услуг за деньги еще с 2001 года. Но до полной легализации и докриминализации говорить, конечно, очень далеко в нашей стране с ее восточным менталитетом и с уровнем толерантности в обществе. Но можно уже использовать другие подходы, альтернативные подходы, как, допустим, расширять экономические возможности женщин по типу проекта «Нова», повышать ее внутреннюю самооценку, давать ей возможности зарабатывать по-другому, давать ей возможность выбора, наконец. При этом не осуждая, не критикуя, не обвиняя. В проекте «Нова» мы не использовали ничего сверхнового, сверхсложного. Мы лишь обобщили и внедрили мировой опыт. Уникальность проекта заключалась в том, что впервые экономические программы внедрялись среди очень уязвимых групп женщин именно здесь, в Казахстане. И такой комплекс программ оказался очень востребован и очень эффективен. Но эффект от этих программ будет более устойчив, если государственные социальные и медицинские службы, которые имеют все возможности и ресурсы для реализации подобных программ, будут лучше слышать и чувствовать и понимать потребности и проблемы уязвимых групп. А самое главное будет уметь желание наладить контакт и взаимодействовать с ними. И это очень важно, потому что это тоже часть общества. Они часть общества, такая же, как и мы. И мы не можем делать вид, что их не существует. И то, что мы с вами оказались в более благоприятных стартовых и текущих условиях, не делает нас лучше. Но повышает нашу ответственность за те, кто не имел таких условий и потому оказался более уязвимым. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ